Сейчас на улице Батурина все спокойно и размерно. Свобода движения для пешеходов и автолюбителей. Но летом 2015-го все выглядело совсем иначе. Каждый вечер одна и та же картина. Многочасовые пробки, проблемы с пешеходными переходами. Сейчас многие скажут спасибо тому, кто пожаловался в народный контроль. Были установлены и светофоры, и более того, разделение было дорог, двухполосная настала. И сегодня намного проще водителям проезжать эту улицу. Более 40 тысяч обращений поступило в систему народный контроль только в 2016-м. Количество заявок увеличилось в два раза. Самые популярные категории – благоустройство территории, ремонт и содержание дорог. Доля решенных заявок при этом по-прежнему остается очень высокой, 74%. Но не все заявки решаются быстро. Например, просьба установить на перекрестке проспект Победы за Киево надземный пешеходный переход уже давняя в системе АНОСМА 2013-го. Так бывает, говорит омбудсмен Сырья Сабурская. У города на этот участок дороги свои планы. Реализуют их в начале 2018-го. Предполагается, что здесь будет и дорожная развязка, которая позволит уже несколько по-другому решить эту проблему. Возможно, это будет и подземный переход. Поэтому заявка 2013 года до сегодняшнего дня не решена. Ограничений по срокам как таковых нет. Где-то для решения вопроса нужны большие средства, где-то согласование различных ведомств. Но в основном через народный контроль решается множество проблем. А кто-то даже получает за это вознаграждение. За информацию об актах незаконного производства и продажи алкоголя выплачивают от 1000 до 3000 рублей. Один из пользователей в 2016-м получил более 45 тысяч рублей.